Всем привет! Я надеюсь, что сегодняшнее блюдо вас не только порадует, но и удивит. Я буду делать хинкали. Причем начинкой будет рыба, то есть африканский клариевый сом. У меня вот одна филешка, видите, горячего копчения, она полностью уже готова. Никаких костей, никакой чешуи, потому что у сома нет чешуи. Мы просто созданы друг для друга. В этом тазике я смешиваю. Значит, сом. Я его снимаю вот так вот руками и разминаю пальцами, выкладываю в емкость. У горячего копчения, поэтому аромат прекрасный. Больше того скажу, великолепный. Значит, смотрите, сколько вам тут надо, в зависимости от объема и количества хинкалий. Смотрите сами, потому что кроме сома сейчас еще будет несколько ингредиентов, добавленных в мою начинку. Дальше красный лук. С луком аккуратнее, потому что он очень ароматный, но довольно сладкий. Вот этот вот вид лука. Значит, нарезаем тонкой соломкой, тончайший. Вот насколько вы можете тонко нарезать лук, так его и нужно резать. Теперь, конечно же, поперек, так, чтобы получилась мелкая-мелкая-мелкая крошка. Теперь лук мы отправляем сюда к копченому сому. Следом добавляем зеленый базилик и кинзу. Если у вас нет какой-то травы, тогда можете по своему разумению добавить любую, какая вам понравится. Научитесь, что зеленый базилик и кинза это очень ароматная зелень, которая создаст вам такую вкусовую гамму в блюде, что, наверное, ни одна другая пряная зелень не сможет их заменить. Все-таки хенкали это же грузинское блюдо, поэтому здесь обязательно должны быть ароматные травы. Как вы уже поняли, травы примерно здесь 50% от объема лука и рыбы вместе взятых. Чем больше зелени, тем ароматнее и ярче получается блюдо. Чили перчик. Зеленый, не очень острый, нарубил колечками и затем я их дорубаю мелко, чтобы острый перец распределился по всему фаршу. И не было такого, что одна из хенкали получилась очень острая, а вторая не острая вовсе. Поэтому обязательно добавляйте мелкорубленный чили томат. Сладкий, вкусный, яркий томат создаст сочность в наших хенкалях. Ну, смотрите, что я делаю. Я беру и томат нарезаю вот такими дольками. Значит, во-первых, убираю жидкий центр, а все остальное нарезаю соломкой и вот таким вот кубиком мелким. Сразу же отправляю к начинке. То же самое делаю со всеми остальными кусочками томатов, чтобы мы имели самый вкусный хенкали. Причем, сейчас я представляю, грузины начинают смотреть и такие, почему у нас томаты в хенкали. Досмотрите до конца, все поймете. Это будет очень вкусный хенкали. Таких вы еще не ели никогда. Когда я добавил все ингредиенты, а их больше уже здесь не будет, непременно нужно добавить перец. Давайте, у меня здесь молотый. Немного ароматного перца. Обязательно капля оливкового масла и чуть-чуть сока лимона. Чуток, вот прям, видите, маленький кусочек. И здесь тоже пару капель. Опа. Все наши ингредиенты, конечно же, здесь прям благоухают и готовы стать самой вкусной начинкой за последние 10 лет. Не побоюсь этого слова. Так, соль надо нам, интересно. Да, в Грузии, конечно, вы таких хенкали не попробуете. Так, все, начинка готова. Теперь соус. Соус у нас будет состоять из йогурта. Греческий, натуральный йогурт. Греческий плотный, поэтому с ним удобно работать. Баночку греческого йогурта. Выкладываем вот небольшую емкость. К йогурту прибавляем обязательно белый перец. Обязательно. Чуть-чуть оливкового масла. Я думаю, что чайную ложку, не больше. Все ингредиенты в блюде должны быть соленые. Рыба солена в меру, но овощи совершенно не соленые, поэтому приходится досаливать. И обязательно нужно посолить соус, потому что если даже вы пересолите начинку и не досолите соус, одно другому не помогает, не компенсирует. И очень важный ингредиент нашего соуса это, как вы могли догадаться, терка. Ну, не совсем так. Хрен, корень хрена. Свежий корень хрена дает нам очень высокую яркость и, конечно же, остроту. Давайте сделаем наш соус острым. Не подумайте, что я имел в виду соус сделать хреновым. Так, смотрите, но этого мало. Этого мало, потому что мы сюда должны добавить маленький штрих. Это буквально несколько движений апельсиновой цедры. Совсем чуть-чуть, для того, чтобы подчеркнуть и смягчить вкус хрена. Обязательно пробуем. О! Великолепно! Великолепно! И тут вы спросите, когда же он будет делать тесто? А вот это сюрприз. Тесто у меня уже готово. Сейчас я открываю полотенце. Вернее, я его передвигаю вот сюда, вот ближе к себе. И что мы видим? Мы видим рисовое тесто для спринг-роллов. Я положил тесто, накрыл влажным полотенцем, и оно стало мягким. Небольшое количество начинки я выкладываю на рисовое тесто. Вот так, главное не переборщить. И соединяю тесто вот так вот наверху. Смотрите, что у меня получилось. Я вот так вот залепляю тесто. А для того, чтобы оно у нас не развязывалось, возьму веточку молодого тимьяна и просто-напросто свяжу. Так вот делаю узелочек, и все. Вот такую хинкальку я ставлю на тарелку, уже на подачу. Теперь то же самое делаю со всеми остальными. Смотрите, какие милые, симпатичные хинкали получаются. Произведение искусства. Третья хинкалька готова. Теперь добавляем соус. Вы можете взять какую-то любую другую тарелку. У меня, видите, написано Кэмили, Ксения Емельянько, авторская от моей жены. Можете взять соусник, поставить его в центр тарелки, налепить хинкали сколько вам угодно. Значит, у меня нет соусника, поэтому я соус буду выкладывать прямо на тарелку. То есть я его просто кладу рядышком с каждым хинкальчиком. Вот таким образом. Три хинкальки и три капельки соуса. У меня есть вот такая мелкая горчица, семена мелкой горчицы. У нас хрен острый в соусе, и вот горчица даст хрустинку дополнительную и тоже некую остроту. Слабенькую, но очень вкусно. Подружки, зеленушки. Ну что, удивил, да? Вы наверняка ждали и думали, как же получится хинкали с африканским клариевым самом. Да как, как? Вкусно. Вот так вот и получается. Это может быть такая летняя закуска на стол. Это можно, конечно же, делать зимой и весной, и осенью, когда захотите. Это очень легкая, интересная, вкусная и, самое главное, очень гастрономическая закуска, если мы говорим про рестораны или шеф-поваров. Я вас уверяю, ваши гости, как в ресторанах, так и дома, конечно же, с удовольствием съедят ее, потому что она бомбическая, она просто удивительная и вкусная. Приятного аппетита, друзья! Следите за нашим каналом и подписывайтесь, подписывайтесь и лайки ставьте еще. Вот, пока!